Девушки отдыхают Он надел на голову шапку-ушанку, ставшую символом его путешествия Сел в байдарку, оттолкнулся от берега у истока Волги И за 35 дней добрался до Ульяновска, преодолев 2000 километров Россия для Андреяна давно не загадка За последние 10 лет он бывал здесь уже несколько раз Посетил Кавказ, Байкал, путешествовал на поезде по Транссибу Он даже русским языком владеет прекрасно Однако на столь экстремальное путешествие решился впервые А для друзей и родственников такое решение было вообще шоком Они смотрят фото, видео Они очень-очень рады и гордны Они говорят, что это очень красиво Но они не 100% понимают Я думаю, как это конкретно по Вольге Это тяжело, это тоже хорошее, красиво Но это путь далеко Моя папа, он доволен Моя мама, она недовольна Осень в качестве времени путешествия Андреян выбрал потому, что летом работал Но отправляясь в путь, он надеялся, что его не настигнут холода Говорит, он изучал прошлогодние погодные показатели И там сентябрь и октябрь были теплыми И первые три недели погода тоже благоволила путешественнику А потом бабье лето кончилось И наступила настоящая осень Но Андреян говорит, что в этом нет ничего страшного Во Франции я занимаюсь байдером тоже зима Ну это снег нет, но это тоже ветер, тоже дождь Поэтому я был готов, если есть такая погода Но проблема, это что, конечно, когда ветер сильный, как вчера или сегодня Это трудно, я буду устал, это неприятно, надо ждать Вот и в Ульяновске он ждал, пока успокоится ветер, мешавший продолжить путешествие Андреян говорит, что вообще в городах останавливается редко Чаще встает на ночлег в палатке Иногда ночевал на дачах и даже в банях А у нас же его встретили по-царски Городская администрация помогла путешественнику с размещением в гостинице Руководство музея-заповедника Родины Ленина Организовали ему бесплатную экскурсию по музеям Побывал он и на смотровой площадке гостиницы «Венец» И оценил ульяновскую архитектуру Искусство СССР, это интересно для меня Потому что во Франции мы не жили, конечно, в СССР Это архитектура другой Мне нравился этот город культурный Архитектура и тоже исторический город В среду, когда ветер немного успокоился, Андреян продолжил свой путь Он надеется, что к концу октября прибудет в Астрахани Хотя многие из тех, кто его встречают, говорят ему, что это сумасшествие Но путешественник уверен в своих силах Еще 1600 до Астрахани Посмотрим, как будет будущее Но я надеюсь, что это возможность Но только надо быть аккуратным И осторожным тоже И все будет хорошее Пожелаем же Андреяну доброго пути Ведь не каждый русский решится на то, что задумал этот француз Игорь Улитин, Александр Кудряшов Новости Управда ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин